Да какая основная мысль эмпиризма? Ну что, лишь поток чувств. Эмпиризм? Да. Ну, философия, чувств. То есть чувство окно мира и так далее. Все из чувств. Совершенно верно. А что мы знаем о мире? Только то, что чувствуем. Мы не знаем существовало на самом деле. То есть о мире не знаем, да? Мы знаем лишь свои чувства, а сам мир нет. А истина существует? Нет, есть только мнение. А разница между сном и явью существует? Нет. А почему? Ну, потому что пока мы не признёмся, мы не можем определить, на самом деле, сонимали мы или нет. То есть нет никакой разницы между сном и явью. То есть всё-таки чувствует? Пока кошка не вцелится. Пока не вцелится. А наутро с рукой всё было в порядке? Ну, значит, опровергаем. Может, когда-то кто-то за руку укусил? На всяком случае, есть такая проблема, в самом деле. Проблема сна, то есть проблема от лечения, сна от яви. Такая проблема действительно есть. То есть тут эмпиризм прав совершил. Что такое эпоха? Воздержание, отсуждение по тебе. Например? Ну, мы не берёмся что-то судить, а только, ну, например, мы так чувствуем, и всё. Но мы не будем утверждать, что это так, на самом деле. Предположение, в общем. Да, воздерживаемся от словечек, на самом деле, действительно, за правду. Я не говорю, что стена белая. Я говорю, что она видится мне, когда мне кажется. Я считаю, что она белая. А как строятся отношения между людьми у эмпириков греческих? За счёт более школы этих софитов, мудрецов, где обучали искусству речи. Ведь только, как бы, речь – самый сильный аппарат воздействия одного человека над другим. Ну, отношение речи, как раз к речи возникает из АПХ. Хорошо. Кто-нибудь ещё присоединяйтесь к разговору. Почему лиса съела колобка? Потому что колобок там поверил в то, что он говорил. Очень разумно. То есть правильно съела? Потому что она не воспринимала эти слова как истину, а он воспринял как истину. А он воспринял как истину, да. То есть у нас чужая речь является действительностью для меня. И моя речь иногда является действительностью для меня. А бывают девочки, которые безответно верят в то, что им говорят. Особенно про любовь. Да. Мне показалось, что вы сами поверили в то, что говорите. На что было сказать, я думаю, что такие девочки... Тоже хорошее слово, которое помогает. А теперь самая сложная часть – это поздние стойки. Поздние стойки, вы не подумайте, что они осознанные эмпирики. Поздние стойки наверняка сами не осознавали, что они развивали принципы Пахе. Они просто создавали свою этику. Ни в коем случае не были осознанными эмпириками. Но не осознанными были, потому что принципы Пахе таки развивали. Итак, отличие чувства от страстей по Сенеке. Ну, то есть, страсти дают, точнее, нет, наоборот, то, что происходит на реальных событиях, это как бы положительные переживания, там, теория об переживании была. То есть, там, утрата или что-то такое. Это относится к положительным переживаниям. А все остальное, там, когда человек сам поверил во что-то, и уже у него тут проявляются надежды и отчаяния, и вот это уже другие переживания, которые, ну, даже не на самом деле. То есть, Сенеке говорил, что как раз надежда и отчаяние – это лишнее в нашей жизни. А чего возникает надежда и отчаяние? Вера. Потому что мы слишком сильно верим во что-то. То есть, то, что... Не слишком сильно, а просто верим, правильно, да? Просто верим, верим в действительность. В бытия. Да. То, что женщина меня любит, я ведь не могу все равно утверждать, если я не сумасшедший, не могу это утверждать с абсолютной достоверностью. Но если я ищу действительную любовь, да? То есть, не просто состояние любви, которое меня удовлетворяет, в моё состояние, в котором я живу, и слава Богу. Но если я задаюсь вопросом, о, действительно ли она меня любит, или я её? Действительно ли я её люблю? Я её люблю. Это одно. Это моё состояние, это моё субъективное состояние. И вдруг рождается вопрос, а действительно ли я её люблю? Любви, но не привязывайся. Люби, но не привязывайся. Сен-Эмбой. Люби женщину, люби яблоко. Люби саму жизнь, но не привязывайся. Не думаю, что это на самом деле так. На самом деле тебе присуще. И почему мы сердимся излишне на яблоко, которое у нас выхватили? Потому что мы убеждены, что оно наше по праву. А право – это законность, это то же самое, что действительность. Это просто другое слово «действительность». Поэтому, когда женщина, я вдруг выясняю, как Мавр получает доказательство неверности любимой, то сразу стоит вопрос «за что?». То есть несправедливо. Несправедливо. В определенном смысле справедливость, законность – это другое слово для обозначения действительности. «За что?». Я могу сказать спасибо за прожитые годы, жаль, что кончилось. А могу задать этот роковой вопрос «за что?». Я же так тебе верю. «Действительность и справедливость» – это очень близкие слова. Еще слово «бесконечность». Я живу, но я живу очень долго, почти бесконечно. Поэтому, когда наступает смерть, я не готов. Я не держал дверь открытой. Стойки призывают к смерти? Нет. Нет, почему? А к чему они призывают, точнее, в отношении смерти? Трудно сформулировать, но попробуйте. Вам нужно относиться к смерти как для того, что она неизбежна, будет и будет. К жизни относиться, не привязываясь. Не привязываясь к жизни – это и значит, держи дверь открытой. Смерти не надо привязываться, разумеется. Но в жизни нужно не привязываться, а просто ее любить. Не знаю, но сознание того, что яблоко принадлежит мне по праву, в каком-то смысле, может быть, даже ограничивает и объединяет мое наслаждение яблоком. Если я отрешусь от того, что яблоко принадлежит мне по праву, по справедливости, оно мое, я его купил за деньги, там, и сам вырастил. Вот если я отрешусь, то, может быть, я даже полнее и разнообразнее буду чувствовать это яблоко. То же касается и женщин, разумеется. И жизни. То есть всего. Хотя, в общем, яблоки, женщины и жизни – это может быть вообще все, что есть на свете. Тогда что от Элла удавилась с Демоном? Потому что доверчивым был. А быть доверчивым значит… Быть нестойком. Быть нестойком, да. А как вы относитесь вообще к стаицизму, к этой точке зрения? Как вы относитесь к стаицизму, я уже понял. Ну, как раз в этом и проявляется какое-то умение не привязываться к тому, что у тебя есть. Что-то в этом есть, да? Ну, ушла, жаль. Ты только не оправдала моих ожиданий. Ну, вот единственное, наверное, подходящее слово – это как раз жаль. Ну, случилось и случилось, жаль. То есть вам понятна точка зрения? Я не спрашиваю, разделяете ли это личное, но она вам понятна. А мне все кажется… Это уже разговор такой вот. Между нами. Субъективная оценка. А мне представляется, что все-таки это утопия. Красивая, но сказка. Не могу я, в самом деле, женщина, получив доказательство того, что все эти годы были мнимой любовью, что она обманывала меня. Не могу я не задать вопрос, за что. То есть это красиво. Вот в моих глазах. Вы понимаете и прекрасно. Я тоже вроде бы понимаю, но вот все-таки мне представляется это красивой утопией. Хотя какая-то частичка моего сердца может быть и говорить спасибо за вопрос. Но обязательно есть. Вот это требование стойко вырвать из сердца, стать мудрецом, вырвать из сердца – это зачем? И этот вопрос действительно ли меня любят? Мне кажется, это утопия. Только всегда есть частичка нашего человеческого сердца, которая завопит. Наверное, есть частичка сердца, которая скажет спасибо за прожитые годы. Но я почему-то убежден, что есть частичка сердца, которая завопит. За что? Наверное, если не учишься устранять эту частичку. Да, стойки предполагают, конечно, практику, духовную практику. Они это понимают. Эта практика – это как раз не какая-то конкретная практика, а это просто внимание к собственным переживаниям. И еще раз скажу, что стойки так и остались непонятыми. Так и остались непонятыми. Когда стойк довольно спокойно идет за гробом любимой женщины, общий глаз твердит – не любил. А это не так. Он любил, но не привязывал. Он любил, но не считал, что любимая женщина принадлежит ему по праву, по закону, навсегда. Все эти синонимы действительности. Поэтому стойки, относительно спокойно, не ручи на себе волосы, не ищущие врагов. Просто печально идет за гробом жены. Так и остался этот стойк непонятый. А жаль. Но вот что в Саициде, безусловно, верно, это вот деление на чувства и страсти. Потому что в самом деле утверждение «я любим» и утверждение «действительно ли я любим» – это разные утверждения. И поэтому радость от любви и горечь утраты – это одно переживание. А вера, надежда на то, что это действительно любовь, и отчаяние, разочарование, когда это оказывается не так, вот вера и отчаяние – это другого качества переживания. Я говорю не о количестве. Горевать от потери можно очень сильно и больно. Но это будет положительное переживание от потери, а не разочарование собственной надежды, не отчаяние после утраты веры. Это другое. Это разделение на два внутренних переживания, два рода внутренних переживаний. Не по силе, а по качеству. Это разделение, безусловно, дает достижение стойков. Как бы к ним ни относиться. Хорошо, мы в самых общих чертах, конечно, рассмотрели греческую философию, греческий идеализм и греческий эмпиризм. Зацепили еще и стою психотологических причин. Мы должны перейти теперь к Средневековью. В нашем коротеньком курсе философии мы, увы, должны уже оставить Грецию и перейти к Средневековью. У нас еще, по-моему, 1 мая пропадает занятие, да? 1 мая – это четверг. А за счет этой недели, по-моему, уже там с 20 мая. Но в том, что изучаешь самое главное, основное за короткое время, в этом тоже есть своя прелесть, согласитесь. Коротко, но самое существенное. Средние века – это христианство. С чем пришел Христос? Мы с вами, когда разбирали, довольно подробно разбирали язычество, мы говорили, что язычники не знают зла. Каждый бог – бог. Язычники не знают зла. Помните об этом, да? Все помнят, да? Этот тезис. Довольно подробно развивали. Эту мысль, чисто языческую, подытожил и ярко выразил Сократ. Сократ вообще не писал, а беседовал. Его беседы мы знаем не из Сократа, а из диалогов Платона, в которых, с исключением, кажется, одного диалога, главным действующим лицом является Сократ. Так что Сократа мы знаем через диалоги Платона. Так что даже трудно отличить, что, собственно, говорил Сократ, а что, собственно, говорил Платон. Это большая историко-философская проблема. Сократ спрашивает собеседника, знаешь, как ты думаешь, существует зло? Сократ отвечает, я не говорил вам об этом, да? Сократ спрашивает собеседника, существует ли зло, как ты думаешь? Сократ говорит, ну как, слово есть, и смысл есть, вроде бы существует. Посмотрим, говорится, Сократ. Вот, предположим, ты ненароком нанёс вред, ущерб другому человеку. Например, ты поднёс покал вина лучшему другу самыми добрыми намерениями, не зная, что вино отравлено. Вдруг выпил и умер в порчах. Беда, конечно, большая, но если здесь зло, то Петяник говорит, конечно, нет. Потому что ненамеренно, неосознанно. Беда есть, а вины нет. Хорошо, говорит Петяник. Давайте возьмём тогда случай, когда люди расходятся во мнениях. Например, я считаю, что человек по природе эгоист. И всё остальное вредно, потому что ложно. Если природа человека такова, это естество человека, то и надо вести себя соответственно своей природе. То есть быть эгоистом. И я всю жизнь эгоист, согласно своём убеждению. А ты, например, считаешь, что человек альтруист. Нужно отдавать людям прежде всего, а не братьям. И ты всю жизнь прожил альтруистом. Я считаю, что ты неправ и ты несёшь зло, потому что это не истина. Ты считаешь, что я несу зло. Есть в этой ситуации зло? Вроде бы нет, вроде бы есть только мнение. Ну хорошо, предположим, ты меня переубедил. Я вот ещё жил, думал, чувствовал. И наконец пришёл к выводу, что я неправ. Что я всю жизнь творил зло. Я признал, что человек на самом деле должен быть эгоистом. Потому что эгоизм-то это тупик и зло. Я это признал. Но когда я творил зло, я же не думал, что это зло, правда? Это же было моё мнение, моё убеждение. Я-то это делал как благо. Я-то думал, что это благо, и поэтому это делал. Есть ли это сознательное поведение? Скажите, есть тут зло? Опять нет. Опять нет, потому что я это творил как благо, как добро. Тогда спрашивает Сократ, а что же такое зло? Сократ приходит к очень интересному выводу. В таком случае злом может быть только ситуация, когда я знаю, что так делать нельзя, не ты знаешь. А я знаю, что так делать нельзя, не должно, не следует, что это плохо, и делаю. Только в этом случае мы можем иметь зло. Только в том случае, если я зло делаю, как зло. И Сократ говорит, так не бывает. Не может человек считать, что это неправильно, и делать это. Думать, что это не должно, и делать это. Человек так не может. Следовательно, делать это, Сократ, зла нет. Как это человек не может? Я больше скажу, что человек вот так и делает. Что все время это делает, и только так. Но Сократ язычник. Это очень интересное различие. Сократ ведь не глупее нас с вами. Каждый из нас знает, что так бывает. Еще раз повторю, только так и бывает. На самом деле. Но Сократ этого не знает. Мудрейший Сократ этого не знает. Сократ не знает зла. Сократ, как любой язычник, опровергает зло. Только опровергает логически. Поэтому смотрите, он опровергает зло, но перед этим он дает блестящее совершенно логическое определение зла. Он говорит, если зло возможно, то только так. И уже другое дело, что он отрицает его. Но он дает определение зла совершенно безупречное. Если зло существует, то оно существует как зло. Когда я делаю зло как зло. Не как ошибку. Не как недомыслие. А я как раз прекрасно домыслил, что это зло. И делаю это как зло. Христос, прежде всего, пришел с новой для человечества мыслью, что человек крешен. Человек виновен. Человек может творить зло. Что язычники решительно отрицали и не понимали. Христос пришел в мир с новой совершенно и неожиданной для человечества мыслью. Человек грешен. И прежде всего, Христос пришел грешника. Понимаете, есть два рода религий. Религия закона и религия благодати. Это две совершенно разные религии. Два типа религий. Все религии, кроме христианства, относятся к религиям закона. Иудаизм, мусульманство, буддизм. Буддизм, строго говоря, не религия Будда, не Бог, а учитель. Но не будем вдаваться в такие подробности. Все остальные религии и духовные движения – это религии и движения закона. Что это значит? Это значит, что Бог предстает как высший судья. Бог предстает как судья, который, как положено судье, карает грешников и награждает праведников. В Ветхом Завете очень много красивых мест, где звучит главная мысль «Доколе?» «Доколе будут торжествовать нечестивые, доколе праведные будут гонимы?» «Доколе Господи?» Но это не меняет того обстоятельства, что иудаизм – это религия закона. Потому что есть такое понятие, как испытание веры. Вот это иудеи, в этой внешней несправедливости мира, они видели испытание веры. Они ждали, только к терпящим людям приходят, но обязательно приходят. Иудеи из века в век ждали Мессию, то есть посланцу от Господа, который совершит суд, утвердит закон. И вот к иудеям, а кому еще? Ведь вокруг были одни язычники. Только одни иудеи верили в единого Бога. К иудеям пришел Христос, совершенно неожиданной для них проповедью. Христос пришел со спасением. Христос, его, можно сказать, самое главное имя – Спаситель. А скажите, кого нужно спасать, праведников или грешников? Выходит, грешников. Христос спрашивает, почему ты идешь мимо праведников к мытарям и блудницам? Христос говорит, я пришел к них здоровым, я пришел к больным. Человек грешен, и Христос зачем пожертвовал собой? Он взял на себя наши грехи. Это все знают. Христос принял крестную смерть за наши грехи. Скажите, это суд? Разумеется, это же не похоже на суд. Это прямая противоположность суда. Он спас нас от нашего греха. Вместо того, чтобы совершить праведный суд. Вот это и есть религия благодати. Это и есть религия благодати. И эту идею Христос выразил, высказал в своих притчах. Если мы возьмем самая известная из них, то притча о мытаре и фарисее. Она такая. Ну, фарисей – это законоучитель. Самый уважаемый человек в иудейском мире. А мытарь, знаете, кто такой мытарь? Мытарь – это сборщик налогов. Причем сборщик налогов из своих, из евреев. В пользу Рима. То есть это предатель. В дантовых кругах ада, их там, ваше 32, так вот, на самом последнем круге, самом страшном круге, чем глубже, тем хуже. Так вот, на последнем круге, там именно предатель. И к мытарям и относились, как к предателям. Они собирали налоги, обирали своих в пользу Рима. И вот фарисей и мытарь – самый уважаемый человек и самый гонимый, презираемый. Они приходят в храм, говорит Христос, и встают пред Богом. И фарисей говорит разумные, достойные и скромные слова. «Спасибо, спасибо Господи, что Ты дал мне силу исполнять Твои заповеди. По мере моих возможностей». А мытарь стоит и не в силах глаз поднять от стыда и сознания своего совершенного уничтожества. От стыда за себя не в силах поднять глаз. И раздается голос Бога. Спасется скорее мытарь. В христианстве разделено два... В христианстве есть такое замечательное понятие – внутреннее делание. Разделены два внутренних делания. Одно – это самосовершенствование, а другое – познание своего греха. И Христос прямо, жестко, отчетливо, противопоставляет эти два делания. Фарисей идет путем совершенствования. Мытарь познает всю глубину своего падения. И говорит Христос, спасется скорее мытарь. Вот такая необычная совершенно постановка вопроса. Совершенно необычная и неожиданная. На самом деле неудивительно, что Иудеи распяли Христа. Он пришел к людям, которые ждут Мессию, чтобы совершить праведный суд, а Христос требует покаяния в грехах. Обращение к Богу не с своими совершенствованиями, а обращение к Богу со своими грехами. Еще одна сторже известная притча о блудном сыне. У отца было два сына. Один умный, а другой как родится. Он, второй младший сын, взял принадлежащее ему имущество и ушел в город, и там пропутил. Проблудил. Он быстро все проблудил и вскоре нашел себя последним работником на ферме, которого кормят вместе со свиньями из корыта. Вот он ест вместе со свиньями и думает, а что же я делаю, ведь у меня же есть отец, которого я предал. А он предал отца. И вот он возвращается к отцу, идет к отцу, не в силах поднять глаз, а стыда и горя. И отец, завидев его, говорит, сегодня у нас праздник. Большой, настоящий праздник. Забейте лучшего быка в стаде, будет пир. И тогда возвышал голос старший сын. Отец, я столько лет был в послушании тебе, я столько лет, тебя за столько лет ни разу тебя не ослушался. И ты ни разу ради меня не устроил праздника. И говорит отец, нет больше радости на небесах, чем возвращение грешника. Опять, видите, какое ясное, отчетливое, я подчеркиваю, ясное, отчетливое противопоставление двух внутренних деланий. Старший сын – это воплощение добродетели, младший сын – это глубочайшее осознание своего падения. И праздник устраивается ради младшего сына. Это не принижает достоинства старшего сына. Но Христос пришел кающимся грешникам. Не ко всяким грешникам, не к кем-то гордится своим грехом, а Христос пришел кающимся грешникам. Марина Цветаева любила это место из Писания. На небесах больше радости об одном кающемся грешнике, чем о двадцати праведниках. Это очень отчетливо проводится. То есть два, еще раз, два внутренних делания. Одно внутреннее дело – совершенствование, самосовершенствование – предполагает точку зрения суда. Предполагает точку зрения суда. Потому что я получил то, что заслужил. А другая точка зрения предполагает Бога не судью, а Бога спасителя. Предполагает благодать. Когда христианство пришло на Русь, первый русский митрополит написал коротенькую, но очень толковую и ясную работу о законе и благодати, где все расставил на свои места. И показал, что на Русь пришла религия благодати, а не религия закон. С самого начала на Руси стало понятно, какая именно религия с Христом пришла. Понимаете, религия благодати не имеет ясной логической формы. Вот религия закона, она требовательна, она серьезна, она, я никоим образом не хочу ее как-то принизить, там, что-либо смешно. Религия закона логически внятна, она имеет логическую форму. Есть праведники, есть грешники, воздается и теми другим. Пусть через терпение, через испытание веры, но воздается. А религия благодати, обращение кающемуся грешнику, она кажется логически неоправданна, не имеет ясной логической формы. Христа спрашивают, а почему ты излагаешь свою веру в в притчах, то есть в насказаниях? Не прямо, почему прямо не сказать? Объясни прямо, вот религию закона можно объяснить прямо. Религию благодати прямо объяснить трудно. Почему, что-то и насказаниями Рисус отвечает, имеющие уши, да услышатся. И все. То есть за религией благодати стоит наше как бы вот интуитивное понимание. А на 17-е тоже религия закон? Еще какая, конечно, довольно жесткая религия закона. Почему в христианстве есть воздаяние тогда? Ну, есть, конечно, воздаяние, совсем уж так, прямо. вот чтобы понять, чтобы понять, почему Христос приходит к гречникам, мы должны вернуться к Сократу, чтобы вспомнить природу зла. Зло – это не слабость. Зло – это то, что сознательно совершается как зло. Вот одно дело, я по ошибке наступлю вам на ногу и делаю очень больно. Но я могу попросить прощения, правда? Извиниться. А другое дело, если я подойду, встану вам на ногу сознательно, придавлю хорошенько, я буду вам в глаза смотреть, вот это действительно зло. В первом случае ошибка, извините меня. Да, я был неосторожен, тороплив, невнимателен, но все это по слабости. Ошибка. Извините меня. А вот после второго случая, после второго случая, уже я не могу подойти и сказать извините меня, да? Это что будет? Это будет новым оскорблением. На самом деле, это будет новым оскорблением. Я сначала сознательно, глядя вам в глаза, придавил, а потом подошел к вам и сказал, извините, пожалуйста. То есть, с этим только к Богу. Природа зла такова, обнаруженная еще Сократом, природа зла такова, что здесь надо только каяться. Здесь нельзя исправить, нельзя изменить. Человеку свойственно такие поступки. – А если человеку нравится, белый долг? – Ну, тогда нельзя ожидать, конечно, что Христос к нему придет. Но, понимаете, род покаяния каков, если я вот так с ней поступил, как я сказал, то я действительно не могу искать прощения. Мне, конечно, понравилось, когда я наступал, мне очень понравилось это состояние. Но если я хочу все-таки каяться, если я все-таки раскаялся, то посмотрите, в каком положении я нахожусь. Посмотрите, в каком положении я нахожусь. Если мне нравится, то все в порядке. Я буду дальше давить и смотреть в глаза. Это понятно. С этим все и получать несказанное наслаждение. Это понятно. А если я все-таки хочу вернуться, то какого рода покаяния я испытываю? Я ничего, кроме ужаса и стыда, испытать не могу, согласитесь. Ничего, кроме ужаса и стыда я испытать не могу. То есть мы можем понять через это, через определение зла, мы можем понять мытаря, и мы можем понять младшего сына. Он не может подойти к отцу и сказать, отец, извини. Все зависит от нас. как мы интерпретируем свое собственное зло. Есть два рода зла по слабости и сознательное. это два разных зла. За то, что ты совершил по слабости, ты тоже, конечно, каешься. Тоже, конечно, каешься. Почему же нет? Слабость есть, она и слабость. Но есть интересная граница, прилегающая между злом по слабости и злом сознательным. Злом как здесь прилегает огромная разница. Мы начинаем понимать, что младший сын пошел блудить не по слабости, не потому, что ему очень захотелось блуда по молодости, а он сознательно предал отца. Тогда мы действительно понимаем блудного сына. мы понимаем, что мы не просто по слабости его напугали римляне, и он предал своих. Это может быть. Но мы понимаем, что на самом деле это было сознательное предательство. Если теперь человек хочет вернуться, то ему ничего не остается, как стоять, опустив глаза и надеяться на то, что Христос примет его грехи на себя, что Христос и сделал. Поэтому с этими грехами некуда деваться, еще раз говорю. Вы хотите спросить? Подимери руку. А так вот если великий беззаконный, если можно расти вверх, можно расти вниз, то великий благодать есть только верхняя точка, и ты можешь падать-падать искренне раскаяться и возвращаешься к исходной точке, да? Как Бог, да? Но вы бы так, по-моему, правильно описали ситуацию, действительно, есть точка, ты падаешь-падаешь, и ты снова к ней возвращаешься, как праведник, уже не получится. То есть человек, который ввел все время только правильный образ жизни, который совершал только добро, он находится на этой предположенной самой высокой точке. Вы раскающийся грешник ценнее? Раскающийся грешник на ту же самую ступень, может приняться примерно на тот же уме. Всего одна точка. Либо на ней, либо не на ней. И раскающийся грешник ценнее, чем у вас. Правильно. Так что давайте грешите потом конец. Да, так можно понять, так даже хочется понять. Но на самом деле... да. Ну, как раз вот к этому, что если человек согрешает, согрешает, а потом постоянно раскаивается, согрешает, раскаивается, как будто такое выжить. Но опять же, когда-то же можно сказать, все предложим там сначала это все прощается, потом тоже привычка, потом уже, наверное, можно прощение не слощит. Очень даже можно. Если тебе понравилось, вы сами понимаете, что вы говорите, говорите ерунду. Сначала решите вдруг попробовать. Если, например, человеку дала если постоянно грешит, то есть можно же не получить прощение, все же зависит действительно себе. Нельзя, Бог все прощает. Когда низко не краешься, уже потом не так хочется пришить. Надо про гейко прям сначала удоволь, потом удоволь раскаяться. и все хорошо. Вы гедонист просто. Отпетый грешник совершенно. Нет, а вообще говорю, говорите просто глупости. Дело, конечно, не в этом. Вы сами понимаете, что вы говорите глупости, поэтому я позволяю это делать. С удовольствием вас слушаю. Понимаете, точки зрения суда она не предполагает по-видимому, я так думаю, она не предполагает вот этого самого зла, как зла, она предполагает зло, как слабость. И наказывается за слабость. Потому что зло, как зло, если оно действительно есть, оно есть. Зло, оно вообще как бы не подсудим, оно вообще вне всякой оценки. Понимаете, путь внутреннего делания предполагает, что человек преодолевает что? Предполагает преодолевает свои слабости. У меня есть слабости разные, я их преодолеваю, и в этом заключается совершенствование. но это в том случае, если нет зла, как зла. А если зло все-таки есть, то опять же, как собираешься преодолевать? Ты уже это сделал, и это неискупимо. Я больше делать не буду, да, конечно, не буду, но это было. Еще раз, если я по слабости вам наступил на ногу, по неосторожности, по торопливости, почему-то не было, это одно. я преодолею в себе неосторожность, преодолею в себе торопливость, чтобы было более внимательным, более совершенным. Ну, человек же может подъявить в себя было зло, если правда сначала осознанно наступался на ноги, а потом захотел стать помощем. Это уже осталось навсегда. Это неискупимо. Он же понял, что он был неправ. он понял, что ему делать с этим пониманием, если он совершил зло, как зло. Еще раз, если это как слабость, понятно, что с ним делать, надо исправляться. А если ты совершил зло, как зло? Совершил, совершил, да. Если его постоянно совершаешь, на самом деле, то что с этим делать? Я не знаю, вы ссоритесь с кем-нибудь, я иногда ссорюсь. в основном почему-то с женщинами. С мужчинами, с детьми не ссорюсь, а с женщинами ссорюсь постоянно. Но как бы то ни было, я ссорюсь. И в каждой ссоре я знаю, что я, во-первых, поссорился, а во-вторых, поссорился уже потому, что поссорился. Я еще и поссорился нарушено. я делаю какие-то шаги положительные. Обиделся на что-то, разозлился, разревновался, еще что-нибудь. Такое сделано. Я делаю еще несколько лишних шагов уже со зла. То есть усугубляю ссору всегда, я знаю за собой это, и ничего не покажется. Я обязательно сделаю хоть несколько шагов еще и со зла. То есть уже не оправданной той положительной причиной моей обидой, раздражением, усталостью, я еще делаю несколько шагов, а мы поссорились, тогда давай же еще немножко поссоримся дальше. И это во-всюбе, и так во-всем чем угодно. Просто не увидите всегда проще, любите прощание? Наверное, это тоже. как бы себя пожалеть, что тебя убедили бедным и несчастным тоже немного проще, чем принять сторону другого человека и помириться с ним. Ну, это тоже верно, но сейчас мы говорим именно о способности человека творить зло как таковое. Конечно, человек может. Это как бы самостоятельная способность, и вот о ней это как раз как там достается записывать из-под поля. У меня болят зубы. Вот хороший пример, зубная боль, хороший пример, я его развью. у меня болят зубы. Скажем, еще сильнее болит? Нет, другое. В этом роде немножко другое. И вот я и день вою, и два вою, и неделю вою, и две недели вою, и так всем надоел. Бог ты мой, как я всем надоел. А больше всего надоел самому себе. Я себя уже презираю и ненавижу за это нытье непрерывное. И вот в той точке, в этих записках написано, в той точке, когда я окончательно всем надоел, а больше всего самому себе, в этой точке я начинаю не просто выть, а выть художественно, с руладами. Вот оно, вот эти мои несколько шажков во всякой ссоре. Есть грех по слабости, другой может быть скребился и не ныл так долго, а этот ноет, но это по слабости. Это по слабости. Это тоже грех, но тоже надо каяться, но это по слабости. И это подлежит логике исправления, совершенствования. А вот мои рулады на зло всеми, главное на зло самому себе, вроде действительно того, что такой же болит сильнее. Пусть же мне будет еще хуже и другим будет еще хуже, потому что и так всем очень плохо. Вот это уже добавление, которое Достоевский ухватывает, и Достоевского много об этом. Почти весь Достоевский я вам скажу об этом, потому что это в самом деле в природе человек. В самом деле в природе человек. Зачем так говорить только? Есть же какие-то правила в христианстве, совет, наставление, как жить. Это очень похожее на религию, закон. Конечно, конечно, эта часть есть, просто христианство идет дальше и глубже. Я же говорю, надо, конечно, каяться в том, что ты неосторожно наступил на ногу или вдвоешь от боли там, где другой поскрепился и промолчал. Конечно, надо. Прости мне грехи вольные и невольные. Есть невольные грехи, это одно. И они тоже входят в христианство, разумеется. Христианство не опровергает, не противоположно религии и закона. Это Христос, чтобы донести до нас свою мысль отчетливо, он совершенно отчетливо и четко противопоставляет, чтобы главную мысль схватили, чтобы покаяние труднее и важнее, нежели совершенствование. Это главная мысль, которую нужно выставить, поэтому Христос так жестко противопоставляет. Старший сын младший сын, старший остался без праздников, а младшему устроили праздник. Это противопоставление ради объяснения центральной и труднейшей мысли. А вообще христианство поглощает собой простить действительно грехи и невольные тоже. По неосторожности наступил, надо каяться. По неосторожности, по слабости поступил. Воешь, надо каяться, потому что по слабости сильный человек не был так долго и нудно. Надо каяться. Но главнейшее и труднейшее в христианстве не это, не то, что роднит его с религией и закона. Главнейшее и труднейшее это другое, это покаяние. И оно, понимаете, есть такая вещь, как как богообщение. Вот вы придете в православный храм перед причастием в центральном событии. Исповедь. Что такое исповедь? Это покаяние в грехах. Если придешь на исповедь к священнику и скажешь «Батюшка, я за эту неделю не был, за эту неделю я немножко стал лучше. Я вот теперь там в уровне каждые две минуты, а каждые пять минут. Ну, это положение невозможно, ну, предположим, что ты целых пять минут можешь не врать. Невероятный условие. Я там водку пью уже не с утра, а с обеда. В общем, я так, вот, ну, тебе выглядит. Ну, прям так не выданет, но, разъедите тебе, что ты не за тем пришел. Ты не пришел отчитаться за достоинство. Причем, ты реально заслужил, в общем, ты говоришь об этом со скромной и достойной гордостью. Мне было трудно, да, я привыкл с утра в водке стаканов, перед обедом терплю, потому что пушаю, держу, терплю, но терплю, ничего, ни капли. и во всем остальном то же самое. Меньше стал заглядывать на девушек, тоже трудная задача, почти невыносим неуполнимая. В общем, много чего можно было бы сказать, что я успел сделать, но тебя не станут слушать. Крестьянский храм не то место, где в буддистском храме наверняка станут слушать, потому что там ты идешь за учителем, шаг за шагом, совершенствующий, и идешь трудным, труднейшим путем совершенствования. В притязанском храме нет. Таинство покаяет, это таинство, покаяет. Это чудо, приближающее тебя к Богу. Ты каешься некая священник, он перед Богом. Ты перечисляешь свои чисто заслуженные достоинства, как делает это фарисей притча. Не место. Как бы ни было это странно. Не место. местом не является. Здесь место покаяния. И только покаяния. После которого следует причастие, то есть приобщение, принятие крови и тела Христова. И последние слова, которые ты говоришь, следует причастие. «Я, как разбойник, исповедую тебя». И с этими словами ты причащаешься. То есть что-то где-то был распят между двумя разбойниками, которые уже ничего не могли изменить. Они уже тоже были распяты. И один из них перед смертью принял Христа, а другой не принял Христа. Так вот мы как разбойники, причем они по делу были, в отличие от Христа, они по делу были распяты. не страшные убийцы, там разбойники, что-то в этом роде. Так вот мы встаем на позицию этого раскаившегося разбойника. Разбойника, исповедующего Христа, надеющегося, что будет прощен. Я, как разбойник, исповедую тебя. Да? А вот есть ли разница тогда почему кто-то уходит в монастырь, а потом вообще может уйти к какой-нибудь пустинке, а кто-то живет мирской жизнью. Есть ли в христианстве разница после ну, как в христианстве душа отходит от тела, есть ли разница в какой-то жизни что там, что там? Ну, между эти конкретные вопросы церковной жизни, я, конечно, для книги батюшка. А на метод заслуга есть какая-нибудь? Да нет, конечно, все равно, по-большому счету, все равно где-то живешь. Миру жить по-своему трудно, в монастыре по-своему трудно, одним людям лучше жить в миру, другим людям лучше сдвориться, это вопрос такого конкретно, такого ясного решения, что если ты провел в монастыре, то ты точно в раю, конечно, такой не доедешь. не будучи батюшка, я могу вам сказать, это определенно. Но вообще это вопрос уже тонкий, детальный, я все-таки далеко не я все-таки шелосов, я даже не богослов. Я все-таки шелосов. Но мы только начали христианство. Очень необычная религия, очень необычная точка зрения. Поэтому обязательно не посидим. Мы только-только начали. в следующий раз продолжим. Еще мы более парадоксальные вещи постараемся обсудить. Не торопитесь в каком-то какие-то строить умозаключения окончательного. По крайней мере, еще поработаем несколько гамятий на христианство. Все на сегодня. Спасибо.